всем здорово итак мы продолжаем у нас девятый день предыдущей серии мы нашли комнату нашли клипу церкву церковь церковь только бардма 4 очка нашли комнату нашли ключик нашли шкатулку в шкатулке мы там что-то там прочитали или не прочитали не помню что там сказали мы посрались со своим друга нам не помню как зовут если я говорил не знаю не говорил меня очень тяжело с именами плохо их запоминаю всегда проснулись мы вот здесь возле запечатанной двери и не давай что там у нас посмотрим все-таки позвони мириться на дыш как-то ирвин наконец-то все в порядке ты это все что мне есть ах ты штука нагнала на него прошлой серии не буду это говорить все в порядке я здесь чуть не умер ладно я сорвалась ты прав это комната мне просто поверг в шок в общем я обыскала всю гостиницу если у меня и есть хотя какая-то возможность докопаться до истины в этой истории то она лежит за последней дверью на последнем этаже на чердаке это крыло было заброшено много лет я знаю я осторожно хорошо слишком много я принимала как должна словно кто-то выставлял передо мной фрагменты моего прошлого чтобы я могла увидеть их в новом свете о чем ты говоришь некий я все это делаю сама что во сне может быть я внутри моей музыкальной шкатулки была медаль которую я выграла в ту ночь когда погибла рэйчел возможно отец положил ее туда если он это сделал значит она была для важна для полное безумие ночь когда погибла рэйчел может быть стоит начать оттуда помни играла тогда в хоккей долгая была игра что же происходило тем временем ты помнишь что начали кажется я был церковь семьей церкви в ту ночь служили вечерю для бедных у нас это устраивает каждый год мама как всегда вызвалась отвезти меня на игру но она была так занята с бесплатная столовая что я боялась что она опоздает помню пока носила сестерную сторону сказала она приказала мне закрыть антресоль и машина промежуточный этаж над стойкой администрации что-то кладовая уже было нет я совсем забыл об этом месте лучше заглянуть туда прежде чем двигаться дальше кладовая кладовая мне нужно думаю стоит осмотреть мезонин блять чё это такое кладовая все самое лучшее интересно всегда находится где-то посредине мезонин так как там секонд вспомнил к юшечкой так мастер сьюит мюзем мюзем это ними а в мезонин холл значит не нужно в холл кладовая блять ну короче давай пойдем в ту сторону будут двигаться туда мезонин блять ухи название пойдем посмотрим что в этом мезонин раз она сказала знать пока не пойдем мы туда лишь как-то надо открыть эту ленту вот это вот не мезонин вам показывать сюда что что это как пользоваться эта штука я уже забыл что за шума по драке нет мезонинах наверно вот там за этой нет шума никакого не слышу пока вот смотри показывает что у нас тут покажут он здесь где-то мезонин то есть это главный вход вот здесь и perception а о ю архир ну вот я хир блять что на звук ладно если я хир то мезонин где-то здесь давай розу опять потеряю эту нет давай еще посмотрим на картинку мезонин холл правильно как туда добраться думаю стоит осмотреть мезонин всегда находится где-то посередине может в коробках этих пошарить это же мезонин может вот этот телефон исправился в телефон как куда не написано где мезонин мезонин это или нет может фрагеле вот это вот открыть так на это стопудово мезонин вверху может картинки походу очень жесткая мышка да и возит звук очень неприятный как по мне я в наушниках может мезонин наверху может здесь вот здесь вот наверное надо что с мышкой сделать потому что что-то там брать о по здравствуйте что у вас здесь происходит и бить провались блять the silent hill какой-то это эти медсестры где мой фонарик быстрей чирка чиркой правой кнопкой блять что у вас тут за инсталляции манекен что тут устроили а ну блять разошлись быстро она была беременна типа да на секунду я сейчас коврик немножко почище так ну давай попробуем вот так вот я буквально там на секундочку отвлекся давай позвоним ирвину нашу пропал куда-то как назло да алло ты слышишь меня я на антресоли и это просто какой-то кошмар повсюду манекены они расставлены так будто изображают какую-то сцену у одного в руках хоккейная клюшка стоп какой хрип это моя клюшка если меня слышишь что-то устроилась этот спектакль кем был не был я думаю он хочет сказать мне что рычал убили но при чем здесь моя клюшка алло алло господи почему не отвечает ирин клянусь тебе я не шучу это очень серьезно если меня слышь пора звонить по красному телефону так возможно получается это хотят нами намекают мне сейчас еще одну секунду ебучую мышку почистил не знаю как у кого на и ненавижу когда шнур висит их ты когда мышкой поворачиваешь он натягивается мешает тебе повернуть нормально так о чем на чем остановились а возможно намекают что я убил что там написано николь говорят походу что я ее убил потому что она была бери беременна походу до ребенок же что означает наверно беременность так ну пора пора бы уже кому-то появиться чтобы я свои немножко оляшки обдристал потому что где ты николь наконец-то ты слышал что говорил почему-то не отвечал сколько дверей ты открыл нику сколько еще не хватает какие двери ну какие двери да а каких дверях ты говоришь продолжай алло алло ирин блять он какой-то мутный этот ирин возможно а чем мы возможно этот ирин тоже любил эту рэйчел фостер и он таким образом как-то узнал что это я убил вернее ники убила рэйчел и хочет ей как-то отомстить устроил и короче пилу игру на выживание мне кажется или хочет чтобы она что звонок же звонил да нет ну давай посмотрим ирин что ты делаешь что скрывается запертой дверью на втором этаже заперта дверь на втором этаже это та которая запечатана да ну да правильно мне сказали сначала она сказал что сначала надо сходить сюда а потом я пойду туда блять все запутано непонятно зачем было так это первый ром 109 значит а первый этаж зачем было делать настолько детализировано охерительный отель и делать такую скучненькую игрушку даже не страшная блять упав опача кто открыл она признавайся сука она же даже не страшно я если честно сказать и интересный ты не могу ее назвать что здесь интересно даже инструменты этим не сильно нужны фонарики эти тогда мы проверим это потом туда пойдем фонарик это херня которая пока топли так вам жары разбежались посвятим сюда что это у нас такое стоит банка кусачки батарейки доказательства как джайм двигатель автомобиля трансмиссия понятно пока монтана вы за погода кто-то вел свое расследование не кольс дата кто-то реально вел расследование это по ходу сам этот ирвин это он все подстроил нами вместе со всеми остальными они всем поселком решили мне отомстить походу давай передатчик тут еще кассета какая-то клинки christmas стая кассета это мы уже все видели давай почитаем что здесь полагаю ты нашла мою комнату что что все это значит этот вопрос я задавал самому себе много раз что все это значит ирвин как далеко ты готова зайти сколько ты еще сможешь выдержать каждое воспоминание собраны по крупицам каждый восстановленный фрагмент каждая деталь возвращенная вместе мы забытью фотография лента для волос помада все это воспоминание рэйчел вот что всегда значит чего блин я не выбирал этот путь я был обязан это сделать что ты сделал сам воздух здесь пропитан воспоминаниями они просачиваются стены и доски между этажами заполняют вентиляции служебные комнаты ты не из агентства по чрезвычайным ситуациям дженкинс ты ведь никогда не говорил с ним твой босс телефонный звонок все эти странные события ты все это подстроил кто-то должен был сделать так чтобы здесь оказался последний фрагмент этой мозаики воспоминаний самый важный фрагмент ты я твой отец хотел ограбить оградить тебя от всего этого я убедил его что только ты сможешь решить это уравнение как он его называл я не понимаю а как иначе за последние несколько дней ты лишь слегка вкусила каково это копаться в прошлом и гоняться за воспоминаниями которые таятся за каждой стеной я мы долгие годы этим занимались снова и снова день за днем сплошная ложь я ничего не имею против уже для россии окружены сейчас наконец настало время для правды кто ты где ты что ты хочешь сделать я хочу рассказать тебе историю сейчас начнется брать пол серии читать будем как обычно в принципе жил да был один мальчик невидимка как и все он просто хотел играть на траве кататься на велосипеде а летом купаться в озере но его отца у его отца были совсем другие планы на его душу его мрачном мире сотканном измолчание молитв сияла лишь одна звезда его замечательная сестра которую зовут рычал бы райское создание которое часами напролет тайком рассказывал ему сказки наговорила ему о том каким свободным сильным человеком он однажды станет рычал именно такой она и была свободной и сильной в то время я и не понимал что такое дислексии что значит отстала так я называли школе но я слышал как она плачет по ночам я хотел защитить но не мог однажды это прекрасное лучезарное создание встретила кое-кого человека который смог увидеть и оценить ее истинную сущность моего папу да и я стал невидимым свидетелем случившегося любовь всего-навсего любовь не более и не менее но их любовь оказалась запретной а за нарушение запретов полагаются наказание кто заплатил за эту любовь николь рычал рычал была твоей сестрой теперь я тебя вспомнила ты была слишком поглощена своей ненавистью кричал что не замечала на его мальчишку что порой таскался рядом с ней в чем разница я ненавидела рычал да и ненавидела твою сестру ладно тогда это верно и ненавидела ее но я была всего лишь завистливой девчонкой это не важно те дни давно позади как я могла тебя забыть меня растили невидимкой чё ты хочешь сука тот день когда моя сестра цена свою жизнь заплатила за свою любовь умерли все мы а сейчас мы с тобой пытаемся остановить историю тимберлайна это была трагедия но ты мы все застыли там в том самом моменте в том замкнутом горизонте событий скоро ты все поймешь ведь ты уже начала понимать скажите вот это мне хочешь ты и есть незнакомец который ты с этим мне не связываться которым скажешь чуть и надо сука и все и должна двигаться дальше дальше чтобы сделать и узнать то чего не я не смог ты станешь новым свидетелем это твой долг перед нами и это твой долг перед ней будет конечно весело весело если этого ирвина вообще не существует и я сошел с ума и сам собой базарю мне нужно разобраться с человеком прежде чем он разберется со мной атик он откроет не истину атик это я понял это туда где этом тыкался хотя если так посудить я походу уже сошел с ума ведь я сейчас один сука квартире сижу и можно сказать разговариваю сам собой или с монитором до надеюсь меня на той стороне кто-нибудь услышит через день через два ладно пошли дальше посмотрим что у нас здесь что вообще тут произошло и почему он так взъелся на меня этот ирвин давай по газу немножко фонариком то херова слышно о щас кино посмотрим класс проектор давно мне не приходилось пользоваться этой камерой кажется когда последний раз включал я ты еще училась в начальной школе а наверное завещание лучше начать в спокойных и выдержанных тонах никакой моя дорогая дочь и так далее так далее сдержанно серьезно уверенно и решительно но я лучше спрошу как ты как ты ники должно быть ты устала могу себе представить уже проделала большой путь и наверняка этот старый отель уже давно нашептывает тебе все твои все свои тайны и всегда умела решать загадки в этом ты больше похоже на свою мать чем на меня ирвин всегда был убежден что ты только ты сможешь преодолеть страх и боль которые источают эти стены мы пытались мы ждали мы боялись мы наблюдали мы слушали ее но даже всей любви на свете не хватило чтобы понять смысл этих приглашенных звуков этих широко раскрытых глаз этих светящихся слез в твоем пространстве и времени в твоем мире мне уже не будет рядом с тобой но это не имеет значения поверь мне не имеет у меня новая теория ники любовь есть и она вокруг нас деревянных досках на которых ты стоишь в стенах которые поддерживают этот отель в воздухе которым ты дышишь а иногда она ненавидит ненавидит тех кто не позволил ей свершиться тех кто отбросил ее из-за своего безразличия звезды ведь продолжают излучать свет даже после того как побег погибают верно здесь очень много света я вижу этот свет в смерти я хочу освободиться от этой тьмы я больше не вижу звезд я устал выживать в этом чистилище ну как ты ники я в порядке я буду в порядке нити ты должна понять о чем говорит рэйчел она здесь охуеть убийца я убийца кто это написала на выходе блять мне из оружия только фонарик но и засвечу тебя им до смерти сучка я не убийца так чё нам тут можно потыкать о ключ клэр 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 это название какого-то кабинета давай посмотрим мюзием атик мастер его городок мюзием клэр может это машинка какая-нибудь или мотоцикл растром файплейс внутри машины клэр но я же сказал что машина пойдем сходим рэнкинг рэйчел леонард леонард чекмейт рэйчел леонард понятно мы тут играли шахматы шах и мат там было написано рэйчел это рэйчел наверно и это рэйчел наверно а там нижний ах ты сука смыкали нижний листочек ладненько что здесь еще есть судьба фэйт это судьба правильно книга книга печатная машинка оба ну блять ну зачем это делать о сиську показали все значит игра не пропала значит все нормально не зря бы не зря это все не зря есть не сиська я бы сказал бы что это провал года ух там сука зимушка вообще идем к машине самое прикольное что сейчас может быть самый жесткий скример за всю я же говорил блять плесень ебаная фу нахер потому что как бы о проснулся сука леонард был особенным человеком его огромном сердце хватало любви и на тебя и на рейчел я лучше чем кто-либо другой знала какое сердце моего отца ты была лишь завистливым ребенком даже не думай пытаться вызвать у меня чувство вины я просто хочу докопаться до истины почему же ты мне не рассказал всю правду тебе то не коль что считала необходимостью питаться бобами самой страшной трагедией в своей жизни то не коль что мечтала поскорее разобраться с делами и сбежать ты понятия не имеешь через что мы с мамой прошли но ты сильно изменила с тех пор как приехала сюда теперь ты можешь раскрыть правду раньше эта правда бы уничтожила тебя я не лгал тебе я тебя защищал послушай не жаль что это случилось с рэйчел я ненавидела ее ненавидела своего отца но я не хотела чтобы все закончилось вот так я понимаю какую боль ты испытываешь может быть я даже понимаю это лучше чем кто бы то ни было другой предательство позор смерть моя семья была уничтожена точно так же как и твоя сколько еще мы должны терпеть эту боль скоро все будет кончено что еще я должна знать тебе нужна правда что ж этого я тебе дать не могу я уже поделился с тобой всем что у меня было теперь ты должна соединить все кусочки вместе что это значит твой отец всегда говорил что каждый из нас это сумма людей которых мы берем с собой а ты бросил этих людей здесь в этом самом месте довольно загадок и рын я устала я тоже только ты можешь положить конец всей этой истории пора открыть последнюю дверь но это машина да давайте я как бы выскажу свое мнение а потом пойду дальше ну от ненависти ники поломала машину там видите ли да трансмиссия фотки машины немножко там и получается то попала в аварию или с кем то попала в аварию и умерла хотя там говорили что она спрыгнула откуда-то но я думаю она не спрыгнула может а почему ну короче я считаю что ники поломала машину мотоцикл леонардо мотоцикл леонардо и таким образом короче убила девку рычаг что я взял мамина машина отмыть 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 надо постирочную сходить мы пойдем сходим а я кстати говорил же да что он скример будет я честно потому что ну как бы предсказуемо очень все было настолько спокойно все было настолько тихо что ничего не происходило и тут как бы как говорят сам бог вилев правильно что-то сделать давай посмотрю по карте где у нас постели так бойлер лаундри вот это лаундри это оно походу да направо сюда вот точно где у нас рабочая стиральная машинка и тут давай здесь попробуем в раковинке что у нас там в одеяле в этом и чё и чё о брекет о брекет а ну ирвин о боже как я могла забыть я я я все видела я была там это все было у меня перед глазами 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 ребенка это было в ту же ночь что я играл в миссуле преподобный фостер был так занят подготовкой еды для бедных в церкви тимберлайн и моя мать клэр сказала что мы успеем вернуться после игры как раз к началу раздачи еды она убедила отца помочь преподобному он должен был прийти со всей семьей с тобой с рейчел да я помню все словно это было вчера я не могла найти мою клюшку я запаниковала и спустилась в гараж там была клэр ее лицо было красным ее взгляд что это вот за взгляд это было мимолетное чувство вот почему я стерла его из своей памяти я должна была стереть его понимаешь как она выглядела это было не она это было какое-то жуткое существо обезумевший опасный зверь я никогда ее такое не видела ни до, ни после даже на смертном Андре потом она устало опустила руки на бедра она улыбнулась и вот передо мной вновь стояла моя мама я тогда решила что просто переволновалась вот мне и чутиться всякое все таки впереди была важная игра против старшей школы колд спрингс я залезла в машину бросила сумку на заднее сиденье моя клюшка была там клэр сказала что почистила ее она почистила ее продолжай нет я не продолжай мы успели вовремя началась игра лучшая игра в моей жизни и последняя клэр сидела на трибунах изо всех сил болела за меня а потом она куда-то пропала поехала скидывать труп кажется она целый период а потом когда я ее спросила она сказала что пересаживалась из-за того что отец марте ей мешал это была ложь этого времени как раз хватит чтобы вернуться машину говори этого иру не говори это ничего не говори я не я ехала в одной машине вместе с трупом рейчел и ее нерожденного ребенка в багажнике завернутое в одеяло господи она убила рейчел спасибо ники ты отомстил надеюсь теперь ты сможешь обрести покой к которому стремился я хотел чтобы ты помогла мне раскрыть правду хочешь сказать ты не знал что клэр я была всего лишь ребенком плюс она не хотела чтобы я докопался до истины и она 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 здесь знаешь мне кажется она до сих пор меня защищает но я уже вырос теперь мы наконец снова можем воссоединиться что постой куда ты послушай мы со всем разберемся вся эта история просто кошмар но все главные действующие лица уже давно мертвы так мертвы а мы еще живы понимаешь живы я ничего не сделали именно в этом и виноваты николь мы ничего не сделали здесь красиво раньше столько раз мне об этом рассказывала но я не думал что здесь так красиво ты не можешь мне оставить сучок кроме тебя мне никого нет не оставляй меня здесь одном не страшно там за горами все берем было до самого горизонта насколько хватит зрение ты вышел из гостиницы но сейчас слишком холодно ты замерзнешь на смерти же пожалуйста я долгие годы жил во тьме ты освободила меня я наконец могу обрести покой в объятиях света я могу вернуться к ней не уходи ты не можешь не бросай меня мы же собирались выпить вместе я не прощаюсь моя сильная упрямая прагматичная ники мы встретимся снова в другое время за рамками этого горизонта событий все это я не хочу оставаться здесь одна я все становится слишком мрачным мне страшно я а кто там кто там где там рэчел это ты ну давай если что сразу сваливать все день 10 или это у меня материнка полетела какая-то слишком длинная пауза я не знаю говорила уже или нет мне интересно если я отвечал совсем по-другому было тут что-то о охуеть спасибо большое блин я то тут причем больные ублюдки блять николь это дженкинс адвокат наконец-то я до тебя дозвонился ты не представляешь как долго я пытался связаться с тобой это же труба сейчас сюда гарь пойдет я тебя не слышу связь очень плохая как у тебя дела я очень волновался из-за этой горе я в порядке отлично ты уверен что послушайте я больше не хочу продавать гостинице что не связь и черте что я не слышал что ты сказала я больше не хочу продавать гостиницу вы были очень добры ваша работа окончена спасибо а так она сама хочет собой покончить что же я все понимаю в конце концов ты хозяйка и только тебе решать но может быть нам стоит обсудить все лично я бы очень хотел поднять понять что происходит такое решение я вернулась домой я должна остаться здесь навсегда секунду нам нужно кое-что обсудить мой гонорар короче а может и не было никакого ирвина может это какой-то вымышленный кореш я подумал о том что вы хотите сходить к озеру помнишь как мы ездили где девчону в прошлом году мы с папой ночью говорить о звездах днем их не видно но не всегда на своем месте что скажешь я бы очень этого хотел можно было бы поужинать в кафе у смита на берегу реки рэйчел и ирон могли бы пойти с нами что скажешь было бы здорово собраться все вместе мама папа было бы очень здорово короче ну чё мы козуем или как просто мне почему я так предположил это дженкинс сказал что очень херовая связь а с ирвином у нас была связь вполне такие хорошие да они вроде в одном городе недалеко здесь рядышком или как или что или ирвин где-то был рядом короче чё поехали на тот свет заведу я свой мопед и отправлюсь на тот свет но я пошел останови то пожалуйста ненависть не должна управлять нашей жизнью ты сам так сказал мне страшно ты я я не хочу умирать все вокруг темнеет я не вижу свет как выключить выключить я хочу жить открывай быстрее дверку я стану здесь с тобой папочка мама мы вернем тимберлэйну было вид и было слава мы снова будем счастливы все вместе никакой больше злости только любовь а если бы я не выключил я чё сдох бы за свой сайт у фрэйчил фостер все конец конец это серьезно блин дэнил азара а ребят не знаю кто смотрел я честно горжусь вами потому что это было самое наверное унылое что у меня было за все время прохождений самое скучное блять самое неинтересное самое не страшное я не знаю но как бы графика вполне себе такая хорошенькая ну такое поговорила она с этим ирвином пошарились по этому отелю один раз я немножко там сиранул кирпичиком небольшим а так короче кто досмотрел до конца вы большие молодцы потому что мне не очень понравилось надеюсь я не люблю такого рода игры я думал здесь будет что-то типа квеста надо будет подумать башкой на самом деле тут дичь какая-то сомневаюсь что кто-то вообще досидел до этого момента что меня слушает так что всем спасибо кто дослушал досмотрел пока